До Нового года остается всего две недели, и мы уверены и убеждены, что именно в это время нужно вспоминать все самое хорошее, все самое доброе и интересное. Именно поэтому сегодня мы будем подводить итоги. Не просто итоги, а итоги археологических находок этого года. И в гости к нам пришел сегодня Вадим Майко. Это директор Института археологии Крыма Российской Академии Наук и доктор исторических наук. Именно с ним мы сегодня и обсудим эту интересную тему. Доброе утро. Доброе утро. Вы знаете, буквально вот вчера перед сном, я всегда перед сном читаю какую-нибудь интересную статью. И вчера я читал про мир Митийский клад, который когда-то нашли возле Керчи. Что нашли в этом году интересного? Дело в том, что в этом году, как и предшествующие годы, конечно, объем археологических исследований у нас на полуострове был большой. Честно говоря, по сравнению с прошлым годом, скажем так, хозрасчетные работы, то есть те работы, которые археологи ведут по согласованию отвода тех или иных земельных участков при хозяйственном освоении нашего Крыма и города Севастополя, конечно, этот объем стал немножечко меньше. Но зато увеличился объем, скажем так, наших плановых археологических исследований, то есть те гороскопы, которые ведут не только наши учреждения, все археологические учреждения полуострова и не только его, и всей страны по своим плановым научным темам. Вот это отрадно наблюдать, поскольку развивается археология в Крыму, развиваются не только, скажем так, полевые археологические работы, но и осмысление того, что раскопано. Это не менее важно, может быть, даже и более важно, скажем так, для любого заинтересованного жителя нашего Крыма и города Севастополя узнавать то, что происходит у нас в Крыму на полуострове. Вы знаете, действительно было очень много интересных открытий. Скажите, есть возможность сделать их еще больше или вы ограничены? Дело в том, что, к сожалению, в нашей стране плановые фундаментальные археологические исследования специально не финансируются. Это правда, об этом все знают, но дело в том, что существует довольно-таки большая система грантов. Это как раз то, чего у нас до 2014 года не было на полуострове. Сейчас эта система грантов существует. Это позволяет вести те раскопки, многолетние раскопки, которые, допустим, запланированы в год получения гранта, и продолжать их в течение года, двух, а то и трех лет, может быть, даже и больше. Эта система позволяет как раз и восполнить то недостающее финансирование, которое у нас есть. К тому же у нас есть на полуострове положительные примеры финансирования раскопок со стороны наших музейных учреждений. Не могу не привести в пример наш Бахчатрайский историко-культурный музей-заповедник, директор которого Мартынек Вадим Леонидович уже несколько лет финансирует не только наши экспедиции, но и экспедиции заповедника Неаполь-Скифский. У нас совместные экспедиции. Это очень отрадный пример. Я думаю, что он тоже будет продолжаться у нас на полуострове. На следующий год запланированы подобные раскопки на территории Судахской крепости. Дай бог они получатся. Это вот все то, что позволяет восполнить этот недостающий финансовый, скажем так, пробел. Поскольку раскопки хозрасчетные по отводу земельных участков, они, конечно, заказчиками этих работ финансируются. Здесь проблем с финансированием, по счастью, нет. Вадим Владиславович, а какой участок Крыма, регион Крыма, под наиболее пристальным вниманием архивового? Абсолютно все. Абсолютно каждый регион Крыма по-своему интересен. Нельзя сказать, что какой-то более, какой-то менее интересен. Но поскольку концентрация археологических памятников у нас, конечно, больше всего на территории Ленинского района и города Керчи, конечно, наиболее активные, скажем так, хозрасчетные работы, не только хозрасчетные, научные работы ведутся именно там. Позвольте личный вопрос. А вот вы, как историк, по какой части истории специализируете? Средние века, античный период? Нет, я всю жизнь копал средневековые памятники. Я специалист в области, скажем так, ранне-средневековой археологии хазарского времени и византийского времени в Крыму. И все годы, а уже больше их 30, вел раскопки на территории Судака и ближайших к нему окрестностей. И в этом году есть ли какие-то уникальные находки именно на этой территории? К сожалению, последние 4 года в связи с большой административной нагрузкой я веду раскопки в основном в бумагах на своем письменном столе. Это тоже дело нужное. Да, это тоже дело нужное, безусловно. Вот поэтому, к сожалению, не удается вырваться в поле. Я каждый год по этому поводу переживаю. Но не удается. Но я знаю, что в этом году, допустим, археологические экспедиции нашего института археологии Крыма работали как никогда успешно. Их было много. Больше было, скажем так, наших плановых научных работ. Вот не меньше было работ хозрасчетных. У нас только в этом году больше 150 договоров заключено с различными организациями, которые осваивают наш Крым. Вот поэтому, конечно, работы много. Скажите, могли бы вы выделить какую-то находку, которая наиболее яркая? Яркая знаменовала. Не могу, все находки яркие. Но вот может быть какое-то уникальное произведение искусства? Какая-нибудь камея или что-нибудь? Очень интересные находки были обнаружены при раскопках могильника Кызу на территории Керченского полуострова. Там работает наша экспедиция под руководством нашего известного специалиста Павла Павловича Гицко. У них была очень интересная находка, фрагмент надгробия. Подобные надгробия в последний раз в ходе археологических исследований ходили достаточно давно. Основная масса была еще на революции обнаружена. В этом году такая удачная находка. На абсолютно все находки, полученные нашими специалистами, пусть это даже небольшой фрагмент какого-то сосуда, подчас он бывает не менее важен, чем какая-то золотая находка. Такие тоже были. Вы знаете, археологи действительно очень серьезные взрослые люди, у которых большой багаж знаний за спиной. А как сейчас обстоит обстановка, состоит обстановка вообще с молодыми кадрами? Много желающих молодых специалистов, которые тоже хотят копаться и рыться. Ситуация, к сожалению, печальная. Вот по сравнению с предшествующими годами, к сожалению, молодые люди в археологии идут не особенно активно. Может быть, это связано с тем, конечно, что и зарплаты у нас небольшие, надо признать это. И, конечно, работа тяжелая, потому что археология это не только романтика, это всем хорошо известно, но и большой труд. Поэтому в детстве почти все мечтают стать археологами. А когда даже поступают на исторические факультеты и проходят обязательную археологическую практику после первого курса, к сожалению, у многих желание отпадает. Но, тем не менее, мы ведем активную работу. Я знаю, что активнейшие работы ведут наши замечательные преподаватели нашего Крымского федерального университета, которые пытаются воспитать молодое поколение. Все-таки молодые люди в археологии появляются, но не так активно, как хотелось бы. Ну что ж, пожелаем, чтобы в 2020 году непременно самые лучшие, самые классные специалисты все-таки к вам присоединились и сделали славу и нашему полуострову, и нашей стране. И мы надеемся. Спасибо вам большое, что вы пришли к нам в гости. Я напоминаю, что был у нас в гостях сегодня Вадим Майко, директор Института археологии Крыма, Российской академии наук, доктор исторических наук. Мы вас так просто не отпустим. Мы предлагаем вам сфотографироваться с нами в нашем импровизированном инсталляционном телевизоре. Конечно, давайте. Пойдемте, сфотографируемся. Это, конечно, не совсем археология, но тоже на память останется. Заходим внутрь, заходим, прошу вас. Так, я пройду первое, чтобы вы отрезали в страдинке. Смотрим прямо вот на эту камеру, улыбаемся. Насчет Ри говорим «С Новым годом». Раз, два, три. С Новым годом!